Вопросы безопасности в приоритете. Реализацию важнейшего национального проекта с руководителями регионов ПФО сегодня обсудил полномочный представитель президента Игорь Комаров. В видеоконференции принял участие глава Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. Безопасный город должен работать в каждом регионе. Крайний срок реализации проекта 2020 год. Аппаратно-программный комплекс это сеть видеокамер, специальных датчиков и других автоматизированных систем. Его задача предупреждать возможные ЧП. Приоритеты перед властями регионов по видеосвязи расставил полномочный представитель президента. Впереди, отмечает Игорь Комаров, немало работ. Все сейчас подходят к заключению контрактов, к выбору поставщиков, определению конфигурации этих систем. На мой взгляд, было бы правильно группы и главных конструкторов системы, кто участвует в этом, давать рекомендации и положительный пример. Удержаны планы построения АПК. В большинстве субъектов федерации, от республики Башкортостан, Мариэл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашская республика, Нижегородская, Саратовская, Юльяновская области утверждены одноименные региональные государственные программы. В рамках исполнения соответствующих региональных и муниципальных подпрограмм профинансировано более 3 миллиардов 922 миллионов рублей. Флагманы аппаратно-программного комплекса системы фиксации ДТП и видеослежения. Там, где Большой Брат уже наблюдает за улицами городов, сократилось количество преступлений, отмечают в МВД. На территории округа установлено более 20 тысяч аналоговых цифровых камер, из них практически 19 тысяч в местах с массовым пребыванием граждан. Используя возможности видеокамер, на территории ПФО раскрыто 1751 преступление, что существенно эффективнее, чем в предыдущем году, а рост в более чем 3 раза. Кроме того, используется 72 интеллектуальные камеры и институционные наблюдения. Наибольшее их количество расположено в Башкортостане, 39, Чувашии, 26, Нижегородской области, 31, Пермском, Крае, 30. В округе количество преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 3%. Одна из проблем реализации проекта – интеграция в аппаратный комплекс видеокамер частных объектов. Этот вопрос полпредпрезидента взял на контроль. Еще одна задача – модернизация систем. Мы создаем совместные методические интеграции МЧС России, ФСБ, ФСО, МВД России, где еще раз уточняются технические требования к системам правоохранительного сегмента. Мы сейчас создаем федеральный закон об АПК «Безопасный город», который будет включать в себя и умный город. Реализация проекта зависит и от поставщиков техники. В республике прорабатывают варианты взаимодействия с корпорацией «Швабе». Здесь производят уличные видеокамеры с инфракрасной подсветкой. Они не просто так произвели, будут продавать. Они берут на техобслуживание полностью, на сервис обслуживания. И правоприменительные практики практически могут оказаться здесь. По Москве они организовали всю эту техническую работу. Старт работы АПК «Безопасный город» в республике намечен на следующий год. Мы выполняем государственные задачи по обеспечению жителей Чувашской республики. Вопросы безопасности у нас приоритет. И средства выделяем. На следующий год, сейчас в бюджете 2019 года, предусмотрели 130 миллионов рублей, для того, чтобы все школы оснастить металлодикторами, где там камеры еще не хватает. Я сейчас давал задание, посчитывают, вот как на базе МЧС был центр управления кризисной ситуацией. Мы хотим на базе одного из объектов создать центр управления вообще республикой. В МЧС оценили вклад главы региона в обеспечение безопасности. Михаилу Игнатьеву вручили памятную медаль. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.